В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Служба судебных приставов совершила рейд по адресам должников. С мира по листочку волонтеры Центра «Радость моя» приглашают горожан принять участие в благотворительной акции. Самый летний вид спорта на озере Боровом прошли соревнования по пляжному волейболу. Далее расскажем обо всем подробно. Транспортные, земельные и имущественные налоги необходимо оплачивать вовремя. И если кто-то этого не делает, в дело вступает служба судебных приставов. Они ищут должника, описывают его движимое и недвижимое имущество, а после арестовывают это имущество в счет погашения долга. Для того, чтобы встретиться с неплательщиком, который скрывается, судебные приставы устраивают рейды. В один из таких отправилась и наша съемочная группа. Шесть часов вечера. Рабочий день у большинства уже позади, но не для службы судебных приставов. Этим вечером по плану они должны объехать сразу нескольких жителей города, у которых, по сведениям налоговой полиции, скопились немалые долги по различным видам налога. Визит судебных приставов домой даже по мнению самих сотрудников этой службы не самый радостный момент. И ожидать от людей можно все, что угодно. От ругани до драки. Мы будем надеяться, что в первую очередь нам обеспечить доступ в жилые помещения для проверки имущественного положения граждан и для возможного ареста имущества с последующей реализацией. Заходим в подъезд. Возглавляет группу сотрудник в бронежилете с наручниками, резиновой дубинкой и электрошокером. На вопрос, приходилось ли применять эти спецсредства, отвечает уклончиво. Бывает всякое. Лучше быть готовым к любому развитию событий. Случаи, когда обозленные неплательщики спускали на сотрудников собак бойцовских пород и драться лезли, не так уж и редки. По первому адресу, на который приехали судебные приставы, существенный долг по транспортному налогу. Мы, в первую очередь, хотим найти имущество, которое возможно описать и реализовать в пределах суммы долга. Служба судебных приставов, сегментария Александровна. Нас интересует Валерий Иванович Сухов. Ой, вот он здесь проживает. Я снимаю эту квартиру. Не знаю, кто такой. Я снимаю любиком. Домой пускать не буду. Я сейчас этот паспорт просто прожу, потому что это убедится. Так, давайте, да. Но ни на первом, ни на втором и даже на третьем адресе налоговой должников не оказалось. Кто-то давно не живет в квартире, ее снимают совсем другие жильцы. Кто-то просто проживает в другом городе и возвращаться не намерен. В одной из квартир нас встретила мать-должника и была неприятно удивлена, что в ее дверь постучали приставы. Я ничего не буду передавать. Уже хватит сюда. Все, да. Вот здесь не прописано. Пожалуйста, сюда не присылайте ничего. Я уже устала передавать. Все его писали. Только в одном месте приставам удалось найти самого должника. Правда, нашу съемочную группу на территории своего дома он не пустил. О чем говорил этот мужчина с приставами и каким образом будет гаситься его долг перед государством, тоже осталось для нас за кадром. Главное, по словам самих судебных приставов, должник найден, идет на контакт и даже пытается малыми суммами гасить пение и основной долг. Со стороны это может показаться спорным достижением, но даже такой малоуспех все же лучше, чем ничего. Что такое группа? Как превратить публикацию в рекламный продукт и заставить социальную сеть работать на продвижение вашего дела? Эти вопросы зачастую интересуют не только блогеров, но и тех, кто владеет собственным бизнесом или просто заинтересован в успехе своей компании. В Центре поддержки предпринимательства прошел семинар, посвященный развитию групп в одной из социальных сетей. Интернет в качестве инструмента рекламы с каждым годом становится все популярнее. И все больше компаний предпочитают рассказывать о себе, продавать свои товары и услуги не с помощью традиционных СМИ, а через социальные сети. Но даже этот вид рекламы подходит не всем. Если, к примеру, клиенты компании не сидят, ну какой-то компании сидят в соцсетях, то в соцсетях достаточно ограничиться просто присутствию. Если же это какой-то массовый рынок и какие-то массовые услуги, то ВКонтакте, можно сказать, обязательное, потому что многие уже отказались от чтения газет, а социальные сети являются основным каналом получения информации. Алексей и Валентина Переведенцевы – практикующие маркетологи. Те стратегии, тактики, инструменты, о которых они рассказали представителям Саровского бизнеса общества, они использовали в работе лично. По их мнению, реклама в интернете имеет свои весомые преимущества. Мы можем достать человека прямо сидя дома. Ну, то есть, когда он сидит дома, без необходимости делать наружную рекламу. И есть возможность сделать это очень по-дружески. То есть, если вы открываете газету, то вы сразу воспринимаете, что это реклама, а это не реклама ВКонтакте. Есть возможность этот формат организовать таким образом, чтобы это выглядело как дружеский совет. Семинар длился несколько часов. За это время предпринимателям рассказали об актуальных методах продвижения и развития групп в соцсетях и новых техниках по увеличению продаж – как платных, так и тех, что не требуют серьезных финансовых вложений. 16 августа в Доме учителя пройдет отчетно-выборная конференция организации «Дети войны». Ее члены, несмотря на возраст, принимают активное участие в городских праздниках, проводят для школьников мероприятия, на которых делятся воспоминаниями о нелегком детстве. На итоговой конференции ветераны выступят с отчетным докладом о проделанной работе организации, переизберут председателя и расскажут о планах на будущий год. Начало встречи в 16 часов приглашают всех желающих. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В эти выходные в Березке откроется молодежная профильная смена «Наше дело». Это уникальная площадка, где каждый сможет подготовить и предложить к реализации свою инициативу. Участников ждут встречи с волонтерами, открытие экологической тропы, мастер-классы по социальному проектированию и многое другое. В конце августа в городской администрации методом жеребьевки распределят три с половиной десятка участков в садовом товариществе «Мотор». Как сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом, участки безвозмездно передадут в собственность многодетным семьям. Для справки, согласно действующему законодательству, каждая многодетная семья имеет право на безвозмездное получение земельного участка под садовое хозяйство или жилищное строительство. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 37. Билеты в Саровский драмтеатр начнут продавать 15 августа. Сейчас Труппа готовит юбилейный 70-й сезон. Он стартует 7 сентября. Первый спектакль в новом сезоне под названием «Сумасшедшая квартирка» поставит хорошо знакомый саровскому зрителю московский режиссер Сергей Кутасов. Вместе с актерами и другими работниками театра он расскажет историю бедного художника Блэза, который оказывается втянут в любовную авантюру. Делать добро под силу каждому. Вот уже более 10 лет в преддверии нового учебного года волонтеры Центра «Радость моя» проводят благотворительную акцию под названием «С мира по листочку». Она была придумана Центром Милосердия совместно с Православным Творческим Объединением «Мир». Главная цель – помочь собрать в школу детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сразу после работы Александр Зубарев спешит в торговый центр, но не для того, чтобы пройтись по магазинам. Его главная цель – помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Александр – волонтер акции «С мира по листочку». Он не только сам принимает в ней активное участие, но и призывает к этому жителей нашего города. Это же дети. Детям надо помогать. Вообще надо помогать всем, кто нуждается в этом. Разве нет? Разве я не прав. И мне кажется, это дело каждого уважающего себя человека. Акция «С мира по листочку» получила такое название не случайно. Пожертвовать можно любую сумму, но в итоге собранных средств хватает на то, чтобы купить канцелярские товары для нескольких сотен детей. Все это идет на покупку самых необходимых принадлежностей, то есть линейки, ластики, ручки, финалы, максимум ранцы. Акция направлена на помощь детям, с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из малоимущих и многодетных семей. При этом помочь можно не только деньгами. Гуманитарную помощь принимают на складе по адресу Пушкина, 24А. Там мы принимаем в первую очередь одежду. Одежду, такую околоформенного вида, то есть что-то вроде формы школьной, ну и, естественно, сама форма и вещи, которые могут сойти за нее. Можно туда подходить и жертвовать какую-то, может быть, старую форму, старую, но хорошую еще одежду, которая может кому-то послужить. Второй этап сбор средств пройдет с 21 по 24 августа. Волонтеры будут стоять на первом этаже в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Сбор одежды на гуманитарном складе проходит до конца месяца, каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-906-353-46-37. Появление глобальной сети значительно облегчило нам жизнь, а перед молодыми и талантливыми людьми и вовсе открыло огромные возможности. На интернет-площадках появляются все новые и новые литературные проекты, цель которых – выявить и поддержать наиболее ярких молодых поэтов и прозаиков. Муниципальный этап одного из таких проектов завершился в начале августа. В нем приняли участие 11 горожан. О том, чьи работы отметили жюри, расскажем далее. В некотором царстве, в лесном государстве жили звери. И решили лесные жители создать группу ВДПО. Авторы сказочной пьесы «Лесная история» простым языком рассказывают малышам о добровольной пожарной организации. Активисты клуба «Молодая семья» Надежда Зламина и Татьяна Шарова написали сценарий к поучительной сказке и стали победителями муниципального этапа всероссийского конкурса «Русское слово». Идея возникла еще в прошлом году. То есть, как донести эти сложные понятия для ребятишек младшего школьного возраста и дошкольного возраста. Решили написать пьесу-сказку, где герои сами расскажут, что же это такое, зачем это нужно. Сказочные персонажи по задумке авторов расскажут детям о важности пожарного отряда. Для Надежды это не первый опыт написания литературных произведений. Как руководитель клуба «Молодых семей» она регулярно пишет сценарий к праздникам. Но вдвоем сочинять намного легче и интереснее. Вместе сидели, сочиняли, каждую строчку прописывали, придумывали, какие герои. Ну а так как дети были рядом, даже детишки там маленькие что-то где-то подсказывали нам. Пьесу «Лесная история» организаторы городского конкурса отправили для участия в региональном этапе в номинации «Лучшая пьеса». Итоги всероссийского конкурса для молодых авторов в сфере литературы русское слово будут подведены в ноябре этого года. Но спектакль по пьесе маленькие зрители увидят намного раньше. Уже сейчас авторы решают, каким будет представление и готовят к нему декорации. Киберспорт будущего или развлечения. Киберспорт был официально признан в России более 15 лет назад, и его аудитория уже превышает 200 миллионов человек. Ежегодно в мире проходит множество турниров с солидными призовыми фондами, за которыми следят сотни миллионов зрителей онлайн. Дошел этот вид спорта и до нашего города. В Сарове появилась ассоциация киберспорта. Компьютеры настолько вошли в повседневную жизнь людей, что виртуальность для многих стала реальностью. Киберспорт в Сарове набирает огромную популярность среди молодежи. FIFA, танки, Counter-Strike – число поклонников этих игр постоянно растет. И геймеры регулярно проводят соревнования друг с другом. Именно поэтому Даниил Зюкин решил создать в Сарове первую официальную ассоциацию по киберспорту «Киберсаров». Идея родилась очень-очень давно, еще года 3-4 назад. И началась она именно не ассоциация, а началась она с киберспортивной команды. Тогда мы собрали киберспортивную команду Сарова под названием «Guts of Demons» в дисциплине Counter-Strike Global Offensive и участвовали в онлайн-турнире по Нижегородской области с целью показать себя, что мы существуем, и постепенно дать толчок развития этого спорта в Сарове. По словам Даниила, компьютерные игры уже получили равные права с футболом и хоккеем. А это значит, что киберспортсмены могут проводить официальные общероссийские соревнования и получать в этом виде спорта разряды и звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта международного класса». А в конце августа в Сарове пройдет первый турнир по киберспорту. В команде может быть не больше пяти человек, плюс два запасных игрока и один менеджер. Чтобы принять участие в турнире, достаточно просто оставить заявку в социальной сети ВКонтакте или написать Даниилу Зюкину в личные сообщения. Палящее солнце над головой и горячий песок под ногами. На площадке озера Борового прошел очередной турнир по пляжному волейболу. И несмотря на то, что этот вид спорта не самый популярный в нашем городе, он все равно уже имеет своих постоянных почитателей и участников. Подробнее о том, как прошли соревнования и об особенностях этой игры на песчаной площадке, расскажем далее. Самая бросающаяся в глаза разница между обычным волейболом и пляжным в том, что команды меняются площадками после каждых семи забитых мячей. И неважно, с чьей стороны они были забиты. Для непосвященного человека это выглядит очень странно. Но, как оказалось, в этом есть свой практический смысл. Из-за того, что сопернику, например, солнце светит в глаза, теряется качество. Поэтому, чтобы были команды в равных условиях, происходит смена сторон каждой семь очков. Каждая партия в пляжном волейболе длится до 21 забитого мяча вместо 25 в классике. А покрытие площадки одновременно и помогает, и мешает спортсменам. Для Николая Логинова из команды «Звезды» самые веселые в пляжном волейболе – это попытки вытащить мяч в падение. И тут песок становится ему помощником. Никакого позиции. Действительно хочется тащить мячи. То есть заряжаешься, хочется бороться. Даже если проигрываешь, как сейчас было, минус 10, минус 9. Все равно хочется зацепиться, потому что ради этого мы сюда и приходим. И фаворитам, и преследователям первой встречи в рамках волейбольного турнира на песке пришлось нелегко. Площадки – сетка стандартного для волейбола размера. А вот играют не шестеро человек, а всего двое. Но вымотанные напряженной встречей волейболисты по окончанию встречи окунулись в прохладную воду и, по словам самих игроков, были готовы снова вступить в борьбу за первые места. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.